МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята. Садитесь, пожалуйста. Ребята, мы с сегодняшней лекции начинаем запись серии передач по физике, которые будут посвящены основным разделам и классической им современной физике. Вот сегодняшняя наша лекция посвящена механике, хронологически первому разделу физики. Ребята, мы поговорим с вами немножко о движениях, о причинах движений и о людях, которые эту науку, механику создавали. Для того, чтобы лучше понять то, как устроена эта наука, наука о движении тел, механика, нужно поговорить о... начать с Древней Греции. Первым теорию движения тел создал знаменитый древнегреческий философ Аристотель. Как рассуждал Аристотель? Нам нужно сформулировать подход, который позволял бы находить положение, координаты тел в любые моменты времени, если заданы начальные положения тел и задано взаимодействие тел. Аристотель рассуждал следующим образом. Давайте посмотрим вокруг нас, говорила он. Что мы видим? Мы видим множество разных тел, но они в основном покоятся. Вот смотрите, вот здесь сейчас в этой аудитории вы сидите тихо, один я только двигаюсь, вот одно тело, которое движется, все остальные покоятся. Почему? Задал себе вопрос Аристотель. И дал на этот вопрос такой ответ. Давайте предположим, сказал Аристотель, что покой – это наиболее естественное состояние тел, и любое тело, будучи предоставленное самому себе, приходит в состояние покоя. А это значит, что вывести тело из состояния покоя, для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, на него нужно подействовать какой-то силой. Итак, смотрите-ка, что получилось у Аристотеля. Для того, чтобы тело двигалось, нужна сила. А это значит, что закон динамики Аристотеля выглядит следующим образом. Скорость, ведь тело движется, у него есть скорость, должна быть пропорционально действующей на тело силе. Ребята, как вам этот подход Аристотеля? На первый взгляд он кажется действительно логичным. Смотрите, все тела останавливаются, будучи предоставленными сами себе. Но этот подход абсолютно неверен, и мы сейчас поговорим о том, почему он неверен. И первым, кто усомнился в подходе Аристотеля, был знаменитый итальянский ученый Галилея. Многие опыты свои Галилей проводил в замечательном городе Пиза, он отсюда родом. И вот эта башня называется Пизанской башней, наверное, вы знаете. Итак, как же рассуждал Галилей? Галилей рассуждал следующим образом. Он говорил, да, конечно, вот давайте рассмотрим тело. Вот это тело покоится. Чтобы заставить его двигаться, нужно, согласно логике Аристотеля, приложить к нему силу. Тогда тело начнет двигаться. Через какое-то время тело остановится. Но ведь я могу тело остановить и по-другому. Рукой. Смотрите, я толкнул тело, рукой остановил его. Смотрите, еще раз. Толкнул, остановил. Какой рукой я действовал на тело? Вот этой. Я сообщал ему скорость, согласно логике Аристотеля. А этой рукой что я делал? Я тоже действовал на тело. Но эта сила тело останавливала. А может быть, и это был следующий шаг логики Галилея, а может быть, тела останавливаются не потому, что на них не действуют силы, а потому, что силы действуют на эти тела. Ведь представьте себе, рассуждал дальше Галилей, что мы толкаем два тела. Одно по шероховатой поверхности, например, поверхности стола, а второе по льду. Понятно, что то тело, которое мы толкнули по льду, оно проедет и дольше, и уедет дальше. А если мы еще уменьшим сопротивление поверхности, тело поедет еще дальше. А если, и вот здесь Галилей сделал первый из своих мысленных опытов, а если мы совсем уберем сопротивление поверхности, то тогда, сделал вывод Галилей, тело будет двигаться бесконечно долго с постоянной скоростью. А это значит, что если мы уберем все силы, которые действуют на тело, то тело будет двигаться бесконечно долго с постоянной скоростью. Смотрите, в отсутствии сил тело движется. Совсем не так, как у Аристотеля. У Аристотеля было для того, чтобы тело двигались, нужны силы. В результате вот этот вывод Галилея получил название первого закона Ньютона, что если на тело не действуют никакие силы, то оно движется прямолинейно и равномерно с постоянной скоростью или покоится. Конечно, с точки зрения исторической справедливости надо сказать, что название этого закона, первый закон Ньютона, категорически неправильное. Ведь всю мыслительную работу по подготовке, по пониманию того, как происходит движение тела, сделал Галилей. Более того, Галилей и назвал это движение, он назвал его движение в отсутствии сил, движением по инерции. Тем не менее, этот закон называется первым законом Ньютона, и уже, конечно, не в нашей власти изменить это название. Оно такое, какое есть. Значит, Галилей сделал и следующий шаг в исследовании движения. Смотрите, ребята, вот мы с вами движемся или покоимся? Как правильно ответить на этот вопрос? Конечно, мы покоимся. Вот никто из вас не меняет свое положение по отношению ко мне. Но с другой стороны, если бы какой-то гипотетический наблюдатель сидел сейчас на Луне и смотрел бы на нас, то он бы увидел, что мы двигаемся, причем с огромной скоростью. Почему же мы не ощущаем эту скорость? Галилей сделал вывод. Давайте, я сказал вам, предположим, что движение невозможно заметить. То есть все физические явления для движущегося и покоящегося наблюдателя происходят совершенно одинаково. Тогда мы никак не почувствуем движение. Вот это явление Галилей назвал, вот этот принцип Галилей назвал относительностью движения. Мы не чувствуем движение. Поэтому тот вопрос, на который отвечал Аристотель, а он пытался определить причины движения, вопрос был немножко, я бы сказал, просто глуповат. Ведь мы сейчас понимаем, что у движения нет причины. Тело может по отношению к одному наблюдателю двигаться, по отношению к другому покоиться. Ребята, этот карандаш движется или покоится? Бессмысленный вопрос. Вот сейчас он меняет свое положение по отношению к вам, но не меняет свое положение по отношению ко мне. Таким образом, вопрос о том, движется этот карандаш или покоится, становится немножко бессмысленным. Тогда на какой же вопрос должна отвечать механика? Почему тела изменяют состояние своего движения? А вот на следующем слайде я показал портрет великого английского физика Исаака Ньютона, который фактически обобщил вот все, что было до него сформулировано по отношению к движению. И Ньютон сформулировал вот те законы, первый из которых начал формулировку его и понимание, что это означает, начал Галилей. Итак, вот первый закон Ньютона здесь приведен. А вот второй закон Ньютона согласно логике Галилея. Силы приводят к изменению скорости тела. В этой формуле А это ускорение тела, это величина, которая показывает, как быстро изменяется скорость. Вот этот закон называется вторым законом Ньютона, который представляет собой основное уравнение механики. Ребята, надо сказать, что после формулировки второго закона Ньютона была целая серия вопросов и непониманий, что это означает. Вообще, вот этот закон, второй закон Ньютона, это один из самых сложных законов физики. Дело в том, что в этой формуле две буквы из трех до этого закона никогда не возникали на количественном уровне. Величина А может быть измерена независимо от других. А вот М, масса тела, и Ф, сила действующая на него, впервые возникли в этом законе. И было естественно задать Ньютону вопрос, а что же такое он связывает? Вы ввели две новых величины М и Ф и сказали, что они вот так связаны. Вот если бы у нас был независимый способ нахождения М и Ф, то тогда мы могли бы проверить, действительно ли так связаны эти величины. Да, такой вопрос действительно можно задать. И ответ Ньютона был таким. Второй закон говорит о следующем, что сам по себе он не полон. Вот этой формулы мало. Она ничего нам не позволяет найти именно по этой причине. Здесь слишком много неизвестных. Но, и это было главным предположением Ньютона, в любой задаче, в любом физическом явлении найдется такая комбинация из входящих в задачу параметров, которая позволит нам вычислить то, что мы называем силой взаимодействия тел. И если мы эту силу, задав ее дополнительно, независимо ко второму закону зададим, мы сможем с помощью второго закона Ньютона находить ускорение тела. Кроме того, согласно логике Ньютона, по ускорению тела мы можем находить его скорость, а по скорости можем находить координаты тел. Таким образом, второй закон позволяет решить основную задачу механики. Ребята, теперь о третьем законе Ньютона. Третий закон Ньютона говорит о том, что всегда существует взаимное действие тел друг на друга. Если одно тело, например, я, действую вот на эту ручку, вот смотрите, я толкаю ручку, то одновременно и ручка действует на меня. Ребята, неужели ручка на меня действует? Казалось бы, я на нее действую, а она на меня совсем нет. Или нет? Или на меня ручка действует? Ну как же так? Ну я ее толкаю. Нет, она меня не совсем нет. Ребята, толкает тоже. Вот представьте себе, что я стоял бы не вот на этом шероховатом полу, а на гладком-гладком льду. И я бы толкал ручку. А что произошло со мной? А я бы немножко, но отъехал назад. А если я отъехал назад, то вот на это тело действовала какая-то сила. Ведь у меня появилась скорость. Какая же сила на меня действовала со стороны ручки? Я, толкая ручку, одновременно как бы оттолкнулся от нее. И это значит, что ручка одновременно действовала на меня. Вот это утверждение и сформулировано здесь, во втором законе Ньютона. Всегда есть взаимное действие. В третьем законе Ньютона. Взаимное действие тел друг на друга. Ну вот фактически, вот схема механики Ньютона. Ньютон сказал нам о следующем. Смотрите на силы. Изучайте силы. В любой задаче главное это силы. Устанавливайте формулы, правила для сил. И после этого вы можете решить любую задачу механики, дополнив этими выражениями для сил второй закон Ньютона. А по ускорению потом найти координаты и скорости тел. Вот фактически та программа, которую дал нам Ньютон. Кстати, надо сказать, что последователи Ньютона, ну в каком-то смысле обижались на него и говорили такие слова, что Ньютон все сделал. Он сделал все. Что он нам оставил? Всего-то навсего. Найти какие-то несчастные силы в каких-то частных задачах, а потом подставить их вот в ту грандиозную, великую формулу во второй закон Ньютона, которую Ньютон уже открыл и нам уже открыть ее не дал. Ну что делать? Ньютон нас опередил. Ну вот теперь давайте-ка, следуя логике Ньютона, поговорим о тех силах, которые действуют между телами в тех или иных задачах. И первая сила, которую установил сам Ньютон, это сила всемирного тяготения. Что же это за явление? Оказалось, что любые массивные тела, даже находящиеся на больших расстояниях друг от друга, действуют друг на друга. Причем это действие притяжения. Солнце притягивает Землю, Земля притягивает Луну, Земля притягивает нас с вами. Для современников Ньютона это было удивительное утверждение. Вот сейчас мы знаем, что падение тел это следствие притяжения тела к Земле. Но для современников Ньютона это было совершенно неочевидно. Они говорили, что тела падают вниз. Там же низ. Поэтому они туда и падают. А почему он низ? Почему туда падают тела? Ответа на этот вопрос не было. Вот его первым дал Ньютон. При этом надо сказать, что... Да, конечно, наверное, вы знаете историю о том, что Ньютон вывел закон всемирного тяготения, рассматривая падение яблок и даже одно, по-видимому, упало ему на голову. Ребята, совсем не поэтому. Ясно, что этому закону, открытию закона всемирного тяготения предшествовала огромная мыслительная работа, которую выполнил не только сам Ньютон и его предшественники. Вот здесь я привел фотографии людей, которые фактически помогли Ньютону и которые тоже прошли определенные шаги, определенный путь в этом направлении. Во-первых, это современник Ньютона Роберт Гук. Ребята, к сожалению, портретов Гука не сохранилось. И вот этот портрет, который здесь приведен, это реконструкция, выполненная по описаниям, по словесным описаниям современников. Это учитель Ньютона, Исаак Барроу, знаменитый английский математик. Это Иоганн Кеплер, немецкий астроном, который установил законы Кеплера, законы движения планет. Это Галей, знаменитый английский астроном. Есть комета, которая называется кометой Галлея, и Галей предсказал ее возвращение. Это Лейбниц, которого никак нельзя назвать другом, или даже приятелем, или даже сотрудником Ньютона. Скорее наоборот, Ньютон всю свою жизнь враждовал с Лейбницем. Но понятно, что вот эта научная вражда, она рождала стремление к совершенству. Кстати, первым сказал, по-видимому, вот сейчас историки науки спорят об этом, первым сказал о гравитации, о всемирном тяготении, Роберт Гук. Следующая сила, которая носит имя Гука, кстати, вот, к сожалению, надо сказать, что имя Гука и его вклад в науку, вот так сложились обстоятельства, оказался, ну, вот, не так замечен и современниками, и нами. В силу ряда причин это произошло, но вклад Гука в науку, наверное, больше, чем сейчас нам представляется. Вот, в частности, одно из достижений Гука это установление формулы для силы упругости. Сила упругости возникает в тех ситуациях, когда мы деформируем какие-то тела. Например, если мы растягиваем пружину, то в пружине возникает сила, которая стремится вернуть пружину в первоначальное, недеформированное состояние. Гук установил формулу для силы, которая носит его имя, формула Гука, и говорит она о том, что сила пропорциональна удлинению пружины. Здесь дельта Х это величина удлинения. К – коэффициент пропорциональности, который называется жесткостью данной пружины. Сила упругости – есть причина возникновения целого ряда других сил, в частности, сил реакции опоры. Смотрите, ребята, вот это тело, почему оно не падает на землю? Ведь оно притягивается к земле. Есть поверхность, которая тело не пускает. То есть сила, которая компенсировала силу тяжести. Природа этой силы – та же самая упругость, про которую говорил Гук. Ребята, сила трения – еще одна сила, которую мы должны согласно логике Ньютона установить для нее формулу, а потом использовать во втором законе. Это формула трения. Правило для силы трения закона для силы трения установил великий французский физик Шарль Кулон. Вот здесь портрет Кулона и его соавтор, тоже француз Амонтон. Они установили вот эту формулу. Формулу, ну так я прошу прощения, из трех букв. Сила трения равняется произведению коэффициента трения на силу нормальной реакции, силу реакции опоры, где коэффициент трения зависит только от природы, от типа соприкасающихся поверхностей. Поэтому, знаете, вообще вот про эту формулу, формулу для силы трения, я не сомневаюсь, что все вы знаете эту формулу, формулу Кулона Амонтона, можно говорить очень и очень много. Знаменитый американский физик, почти наш современник, Ричард Фейнман, сказал про эту формулу, про формулу силы трения, Кулона Амонтона, про эту, не про второй закон Ньютона, не про закон всемирного тяготения, что это самая удивительная формула в физике. Какие основания были у Фейнмана так сказать? Смотрите, какое сложное явление. Одна поверхность скользит по другой. Происходит очень сложное взаимодействие, которое зависит от того, какая, прошу прощения, грязь, и на той, и на другой поверхности. Загрязнение, оксиды, адсорбированные атомы воздуха. Все это есть, все это взаимодействует. И вот такая каша приводит к тому, что простейшая формула получается. Почему так просто получилось? Обратите внимание на удивительное обстоятельство. Сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. Представьте себе, что мы имеем два тела вот с такой площадью, и второе тело с большей площадью поверхности. Где должна быть больше сила трения, когда мы начнем их вести по поверхности? Ну, казалось бы, вот здесь-то шероховатости и больше. Ребята, где там площадь поверхности в этой формуле Кулона-Амонта? Нету там этой площади. А это значит, что сила трения от площади не зависит. Как же так происходит? Ведь здесь шероховатости и больше, чем здесь. Это довольно сложное явление. Ведь эти шероховатости должны вдавиться в друг друга, зацепиться друг за друга. А это происходит тем сильнее, чем меньше площадь поверхности. Поэтому здесь шероховатостей больше, но они слабее зацепляются, чем вот в этой ситуации. Поэтому-то сила трения, формула Кулона-Амонтона, не зависит от площади поверхности. Но еще можно много говорить про эту совершенно удивительную формулу. Ребята, еще одна формула для сил, еще одна сила, которая возникает, если тело движется в какой-то среде. Вот представим себе, что в воздухе движется вот эта ручка. Возникает сопротивление движению ручки со стороны воздуха. Если мы будем, допустим, эту же ручку двигать в воде, то сила сопротивления будет большей. Формулы для силы сопротивления вот приведены здесь. При малых скоростях она выглядит вот так. При больших скоростях тел сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости. Еще одна удивительная формула, еще один удивительный закон для сил – это закон Кулона. Если мы имеем два электрических заряда, расположены на расстоянии r друг от друга, то заряды будут взаимодействовать вот по такому закону. Величина зарядов, квадрат расстояния между ними, коэффициент пропорциональности, который сейчас известен. Ребята, эту формулу установил Кулон. Вот я сейчас покажу следующий слайд. Здесь снова приведен портрет Кулона и экспериментальная установка, которую он пользовался. Ребята, Кулон был удивительно дотошным физиком-экспериментатором. Сохранились полные описания того, что делал Кулон. Как он изготавливал эту банку, как изготавливал нить. Вот все это известно. А поскольку это известно, то, конечно, нашлись физики, которые взяли и повторили опыт Кулона. Причем они сделали все буквально так, как написано Кулоном в его описаниях. И вы знаете, какой удивительный результат получился. С помощью установки Кулона установить закон Кулона абсолютно невозможно. Этот вывод является в настоящее время общепризнанным. Ребята, а как же Кулон написал закон Кулона? Откуда же он его взял? Если с помощью этой установки его нельзя установить. У Кулона была внутри совершенно неправильная логика, но которая привела к правильному ответу. Он рассуждал так. Мы знаем гравитационное взаимодействие тел. Это взаимодействие на расстоянии. Заряды тоже взаимодействуют на расстоянии. Поэтому-то эти два явления, гравитационное взаимодействие, которое описывается законом всемирного тяготения, и взаимодействие электрических зарядов, должны описываться одной и той же формулой. Вы знаете, после Кулона мы уже два с половиной века ищем общее в гравитационном взаимодействии и в электрическом взаимодействии. Альберт Эйнштейн, великий физик, 30 лет своей жизни потратил на то, чтобы найти общее между гравитацией и электромагнетизмом. Не нашел. Поэтому вот эта гипотеза Кулона об общности гравитации и электромагнетизм оказалась совершенно неправильной. А вот закон оказался правильным. Кулону в каком-то смысле повезло. Кроме того, можно сказать о нескольких фундаментальных взаимодействиях в природе. Дело в том, что вообще все взаимодействия в природе сводятся к четырем. Это гравитационное взаимодействие, взаимодействие массивных тел, расположенных на больших расстояниях друг от друга. Это электромагнитное взаимодействие, взаимодействие электрических зарядов. И к нему, к электромагнитному взаимодействию, фактически сводятся все силы, с которыми мы имеем дело в нашей реальной жизни. Сила трения, сила упругости, сила сопротивления – все эти силы, природа их электромагнитная, благодаря электромагнитным взаимодействиям. И кроме того, есть два взаимодействия, с которыми мы с вами в реальной жизни, вот в такой нашей, в обычной жизни, как правило, не сталкиваемся. Это сильное взаимодействие, это взаимодействие нейтронов и протонов в атомном ядре, которое удерживает их вместе, не разрешает этим частицам, протонам и нейтронам, разлететься. И есть еще одно, то есть фактически это значит, что сильное взаимодействие все-таки мы с ним иногда имеем дело, поскольку иначе нашего вещества, если бы его не было, оно не было бы стабильно. Есть еще одно взаимодействие, которое принято называть слабым взаимодействием, и это взаимодействие ответственно за тот же микропроцесс, процесс в микро, который называется бета-распад. Итак, вот мы с вами провели такой экскурс в механику Ньютона, пробежали по этой механике, посмотрели на основные свойства сил. Ребята, и вот когда я говорил уже о том, что последователи Ньютона очень переживали, что Ньютон все сделал, что физика закончилась. Вы знаете, наука 20 века показала нам, что физика не кончится никогда. Вот здесь я привел портрет великого физика, почти нашего современника, он жил в 20 веке, Альберта Эйнштейна, который перевернул всю физику, и который доказал, что если тела движутся со скоростями, близкими к скорости света, то вся механика Ньютона разрушается, она становится другой. То есть у механика Ньютона правильная наука, только она справедлива для тел, которые движутся с небольшими скоростями. Если же мы имеем тела, которые движутся со скоростями, близкими к скорости света, Мы должны строить другую науку, другую механику. И эту механику построил Альберт Эйнштейн вместе с новой теорией гравитации, которая получила название теория относительности. И еще одно достижение физики 20-го столетия, которое тоже перевернуло и в каком-то смысле разрушило, а в каком-то смысле и нет, поскольку для механики Ньютона ее ниша осталась, на нее уже никто не претендует. Вот. Была создана еще одна дисциплина, которая доказала, что если мы рассматриваем микрообъекты, такие как атомы, молекулы, электроны или движение электронов внутри атомов, нуклонов в атомном ядре, то механика, которая описывает эти движения, она будет тоже совсем другой. Это не Ньютоновская механика. И эта наука получила название квантовой механики. Вот здесь выделить одного автора квантовой механики невозможно. Ее создали много людей. Это Макс Планк, верхняя фотография, Нильс Бор, Гайзенберг, Шрёдингер, Дирак. Причем, ребята, удивительно то, что вот эту дисциплину, квантовую механику создали очень молодые люди. И хотя я привел здесь фотографию Бора уже в возрасте, это очень знаменитая фотография, но вообще-то, когда квантовая механика создавалась, они были очень молодые. Гайзенберг, Шрёдингер, Дирак. Им было лет чуть-чуть побольше, чем вам. Им было по 25 лет. Только такие молодые люди могли создать дисциплину, которая перевернула всю физику. Вот квантовая механика фактически перевернула физику. Но, несмотря на это, ниша у Ньютоновской механики, конечно, осталась. На нее никто не претендует. То, что Ньютон описал движение наших тел, научил нас, как находить координаты, как находить скорости тела в любые моменты времени, этого достижения у Ньютона никто не отнимет. Ребята, ну и я хотел бы закончить сегодняшнюю нашу лекцию такими словами. Ребята, изучайте физику. Это очень интересно. Но если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok